Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. Продолжаем серию наших мини-репортажев, мини-роликов об участниках 5-го Петербургского парада ретро-транспорта. Этот рассказ об автобусах ПАЗ-672 и участнике парада в санитарном пазике 672М 1989 года выпуска. Автобусы семейства ПАЗ-672 выпускались в городе Павлово-на-Оке Горьковской области, ныне Павлова, Нижегородская область, 1967 по 1989 год. ПАЗ-672 – один из наиболее массовых автобусов Советского Союза, который ежегодно выпускался многотысячными тиражами. ПАЗ-672 – автобус малого класса, предназначенный для сельских линий без интенсивного пассажиропотока. Он является дальнейшим развитием модели 652, появившийся еще в далекие 50-е. В отличие от предшественника, который базировался на агрегатах грузовика ГАЗ-51 с маломощной рядной шестеркой, ПАЗ-672 был основан на агрегатах более тяжелого грузовика ГАЗ-53 с 8-цилиндровым мотором ЗМЗ. Оба мотора работали на бензине. Важно отметить, что автобусы ПАЗ-672 не базировались на шасси грузовика ГАЗ-53. Пазик имел собственную раму и переднюю балку, на него устанавливали двигатель модификации ЗМЗ-672. Также выпускалось шасси ПАЗ-672ВЮ для Кубы, на базе которых построено 21100 автобусов Герон. В 70-х годах ПАЗ-672 постоянно модернизировали, исправляя выявленные эксплуатации на местах недостатки. Так, за период производства был увеличен ресурс двигателя, улучшены рулевое управление и тормоза, повышена герметичность талона и общий ресурс автобуса до капремонта. При этом обозначение автобуса не менялось. Между 80-м и 82-м годами ПАЗ-672 прошел вторую большую модернизацию, после которой он стал именоваться 672М. Однако, внешний вид и модификация сменились несинхронно. Новую оптику начали внедрять еще в 78-м году, а переход на полностью модернизированный автобус 672М закончился только в 82-м году. Некоторая часть автобусов выпускалась в версии с одной автоматической дверью, это позволяло выкроить еще два сидячих места. Также важной вехой в истории модели стало появление ПАЗ-3201 полноприводного варианта ПАЗ-672 и ПАЗ-3742 из-за термического грузового фургона, выпускавшегося бакинским заводом спецавтомобилей. В производственной программе ПАЗа также были экспортные — северные, горные, тропические и другие специальные версии модели 672. Общее количество построенных 672 или колобков только по официальным данным 288 688 единиц, что есть мировой рекорд. Из них 90 645 единиц модели 672М. Участник ретро-парада ПАЗ-672М принадлежал автобусному парку номер 2 «Пассажир автотранса», где большую часть жизни служил автобусом мобильного резерва гражданской обороны. Он оборудован комплектом насилок для эвакуации граждан в случае чрезвычайных ситуаций или военных действий. Восстановлен в 2018-2019 годах. Такая вот история. Спасибо большое за просмотр. Оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите. С большим приветом из города Герой Ленинграда. До новых встреч, друзья-товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok